Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу Афиша на телеканале Самара ГИС. Как провести выходные в Самаре, узнаем прямо сейчас. В субботу в ДК Заря пройдет общегородской праздник «Хлеб всему голова». Его цель – сформировать у детей бережное отношение к хлебу и напомнить подрастающему поколению, что во все времена, независимо от национальных традиций народов, хлеб был и остается основой жизни человека. Гостей праздника ждут выступления творческих детских коллективов, а также театрализованный спектакль «Легкий хлеб». В конце праздника гостей угостят свежей ароматной выпечкой. Начало в 11.30. В музее Эльдара Рязанова пройдет очередная лекция цикла «История жанра в зеркале советского кино». В субботу, 28 октября, речь пойдет о подростковой драме. Как выстроить диалог с поколением, которое уже не дети, но еще не взрослые? Феномен подростковой драмы вырастает из этого вопроса, на который редко находится убедительный ответ. Художественные особенности и социальное значение жанра рассмотрят на примере фильмов Динары Осановой. «Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», «Пацаны» и других. Начало в 17.30. Поход в театр сможет украсить любые выходные, тем более, если это пьеса-классика русского театра Антона Чехова. В субботу в театре «Самарская площадь» покажут «Чайку». Главные герои живут в провинции своей тихой и спокойной жизнью. Тут к ним приезжают столичные знакомые, которые знамениты, богаты и успешны. Герои поняли, что их собственные жизни не очень интересны. Они становятся несчастны и начинают делать глупости. Чем закончилась эта история, вы узнаете уже 28 октября в 18.00. В воскресенье музей-галерея «Заварка» приготовил для гостей особенную программу. Ее просветительская часть начнется в 16.00 на втором этаже дома Маштакова. Будут читать лекции об известных архитектурных объектах нашего города. Например, расскажут историю самарского элеватора и старинных особняков в стиле модерн. Также вы узнаете о том, как снимались фильмы в бывшей самарской губернии, чем они интересны сегодня и где можно их посмотреть. На первом этаже можно будет сделать фотографии с деревянными наличниками, попить чай и пообщаться с сотрудниками музея в неформальной обстановке. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова